всем привет давно не снимал я видео на своем канале вот решил снять видео собственно хочу посвятить тому сколько люди тратят в месяц да на жизнь на именно вот я беру на то чтобы прожить но представьте там получаете в этом зарплату да там 10 тысяч грубо говоря там 5 тысяч у вас уходит на коммунальные платежи то есть это интернет там и все остальное да и квартира и вот 5000 вас остается грубо говоря да и вот получается 5000 вы тратите на именно на то чтобы прожить то есть мы не будем брать сколько вам нужно денег на то чтобы одеться мы будем брать деньги именно вот на минимальный да так сказать ну нужды на минимальные муты то есть именно на еду хотя еда у нас и семейного бюджета из бюджета забирает больше всего денежных средств да вот то чтобы пропитаться до целый месяц больше всего уходит на этот средств и я вот часто слышу от людей что все говорят там типа блин вот как так ты мало тратишь средств то есть я тебе мало трачу вот как так вот я не могу понять вот недавно ездили мы на выставку спорт пита тоже спортивного питания выставка была и там девушка подходит там такой социологический опрос был и спрашивают молодой человек а сколько вы тратите денег на на жизнь на питание в месяц я только думаю блин как бы не соврать думаю сейчас мало скажу наверное скажет что типа это самое нищеброд какой-то в общем я сказал 8000 рублей что я трачу да вместе хотя потом я пересчитал да и получилось что не 8 на 5000 рублей вместе с я трачу на питание и когда я сказал 8000 рублей она говорит да ладно это как так вот научите меня так а то есть я вот это не раз слышу то что люди когда я говорю сколько я трачу дано на жизнь на на того поесть они не говорят то как то 5000 рублей что ешь то там хлеб что ли с маслом я вот не могу понять людей да вот которые говорят что блин мне надо 15-20 на то чтобы вот месяц просто про есть да вот просто поесть пожрать люди некоторые да там получают зарплату на есть там приятели друзья 70 тысяч там у них зарплата там 6070 правда у них семья там жена ребенок на жена пока там допустим не работает в декрете вот он получает там 70 тысяч и он жалуется то что ему не хватает он еще подрабатывает где-то для этого дополнительно тому такси даже работает да ну кто-то не работает потому что не может работать такси потому что он работает пять дней недели но у него зарплата тоже 80 тысяч и вот у него тоже ребенок жена им не хватает не хватает ему говорит тут не знаю как так понимаете я вот считаю что мне отлично да мне хватает и посчитал мне хватает 5000 рублей в месяц чтобы прожить вот именно на питание да то есть грубо говоря если у меня бы зарплата была 10 тысяч рублей я бы спокойно бы платил 5000 рублей за коммунальные платежи то есть 4000 там у меня грубо говоря я за квартиру отдаю 200 рублей интернет 250 до 200 рублей мобильный мобильная связь и 500 рублей за электричество то есть 5000 рублей у меня уходит на коммунальные платежи и вот 5000 мне остается я посчитал что 5000 мне этих реально вот хватает на то чтобы прожить и вот вопрос да как так это нереально вот мне постоянно говорят и постоянно люди жалуются потом да вот а где-то берешь деньги где-то берешь деньги на таиланд ты что к блин три месяца назад в таиланд летал где-то взял опять денег на таиланда причем это я могу ну как бы летать в талан даже когда я не работаю то есть я там уволился с работы я уже не работаю там три месяца 4 тогда бац я в талан полетел за люди таких ну и туди деньги берешь а вопрос не задают я понимаю что я понимаю что у людей денег нету потому что они тратят они тратят непонятно куда эти деньги если мне хватает 5000 чтобы прожить вот именно пропитаться да в месяц а другим не хватает то значит вывод о чем что я ем плохую пищу что ли или что я плохо питаюсь или экономлю на себе нет я я так не считаю что я экономлю там или плохо питались наоборот я смотрю то что другие едят как питаются что что они себе запихивают и получается что они дерьмо 1 вот едят по сути там какие-то чипсы покупают кока-колы я допустим не покупаю кока-колу чипсы там всякие шоколадки да вот эти fast food и я не покупаю то есть я беру закупаюсь овощами допустим овощи капусту дам несколько килограмм лук несколько килограмм картошка несколько килограмм морковка да то есть вот это вот все из чего можно все приготовить и покупаю в основном я из мяса покупая курицу да то есть я не покупаю там свинину говядину ну редко очень когда я покупаю в основном курицу мне этого хватает до чтобы готовить там нее вторые блюда то есть потушить там с гречкой тоже да я беру гречку постоянно рис пропаренный то есть я в основном ем крупы да я не 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 люблю вот макароны есть потому что ну там очень много углеводов как содержится то есть по сути я питаюсь здоровой пищей и недорогой но посчитайте сколько будет да там купить картошки там морковки всего остального да и купить там крупу гречку рис и курицу да ну плюс еще там я в рационах себе добавляют фрукты какие-нибудь да в основном это яблоки и бананы да я просто хожу спортзал я в основном люблю такую такие как бы фрукты там коварийный да как вот как банан да то есть я не покупаю допустим груши потому что это дорого да груши покупать виноград тот же самый смысла особо в этом не вижу понятное дело что там витамины содержатся какие-то да и в разных овощах и фруктах содержатся витамины вот но я себя этим ограничиваю да но но я зато употребляю витамины разные всякие витамины собственно говоря и вот если посчитать да вот сколько потрачу реально то есть вот на все что я перечислил да вот на и на это основное то у мне выходит не больше пяти тысяч не больше пяти тысяч да я не хожу там по барам особо не был не бухаю там его я покупаю редко какие-то там такие вещи там я не люблю тратить деньги в барах просаживать вообще не люблю это самое нелюбимое занятие собственно говоря вот именно поэтому у меня бюджет мы там наверное составляет реально там не еду там 5000 но тем не менее тем не менее я себе позволяю там еще наверно тысяч пять потратить там на себя там купить себе как раз таки нужные витамины часто покупают всякие спортивные витамины потому что я хожу спортзал но другие люди то не покупают этого они покупают просто еду и причем нездоровую еду и тратит на это там тысяч 15 до начинать не только на одного себя знаете вот даже только с этого да если начать то уже можно ответить на вопрос откуда вот у меня деньги да там берутся на поездки в таиланд мне многие завидуют там я так полагаю постоянно спрашивают откуда у тебя деньги и вот так вот принципе во всех сферах я да я стараюсь как бы экономить я не вижу смысла тратить деньги на то что во первых не полезно то что стоит дороже да то есть зачем мне ехать покупать куртку зимнюю новую да когда мне есть еще куртка которую допуская нашу ее пять лет пять лет эту куртку нашу зачем мне ехать ее покупать когда она вообще никак не износилась у меня вот куртка допустим да там за 5000 до сих пор я ношу ее куртка zara компания фигена смотрится все никак нигде не не потертая ничего вот так лет я уже проносил ее и зачем ехать покупать новую потому что якобы она мне надоело сейчас новый стиль новая мода но это пускай девушки тогда может быть девушкам надо да вот кстати еще хочу сказать что ладно там если девушка говорит то что мне не хватает до там 5000 на прожить до чтобы то я еще поверю до девушки потому что ей надо за собой следить да там делать миникюр педикюр там сходить стрижку сделать на это все уходит деньги я понимаю да но парень когда живет один когда у него там нет ни семьи да никого нет и он говорит что ему не хватает там десяти тысяч рублей хотя бы даже да на то чтобы прожить месяц для меня это на самом деле смешно ребят я считаю что это просто неправильный тракт денег да не знаю неправильное распределение бюджета я вот вижу что люди реально постоянно тратит везде вот так как-то неправильно да то есть на отдых я еду в таиланд я почему-то иду в ресторан какой-то такой недорогой где вкусно и недорого а другие идут куда попал я еду по путевке которую там горящие наберу и за два дня а другие покупают за три недели потому что боятся что их не будет мы же не улетим в таиланд мы купим путевку за три недели лучше и купим ее дороже да там на 20-30 процентов я покупаю за два дня и всегда сколько летал как раз 8 в таиланде я всегда улетал нормально то есть собственно говоря возвращаясь к теме до бюджета до сколько надо потратить денег на на жизнь в месяц вам лично вот хотелось бы услышать от вас тоже вот это сколько вам нужно для того чтобы прожить именно на питание хотя бы да скажите мне просто интересно кто сколько скажет я тут только такой один кто может на такую сумму прожить или же все-таки есть еще такие люди да которые могут также вот экономно жить есть причем здоровую пищу да не какую-то там полуфабрикатную да вот эти котлеты какие-то да то есть я еще раз повторю что я питаюсь как я считаю очень здоровой пищей очень вкусный то есть постоянно у меня овощи с мясом нас курицы в основном да там не идет там крупа какая-то да то есть гречка я в основном люблю гречку рис вот очень люблю потому что но это более я считаю здоровой пищи чем те же самые макароны вот картошку не очень люблю очень редко ем да там пюре вот то есть поэтому если вы тратите больше если вы тратите больше и вы все плачете что у вас нету денег нету денег там на отдых или куда-то сходить или съездить на какие-то мероприятия вот поэтому задумайтесь о том сколько вы тратите на еду потому что еда забирают очень много бюджета очень много бюджета на то чтобы у вас оставались деньги да спас именно и поэтому не остается ничего никаких средств вот ну что еще хотелось бы только услышать от вас ваши отзывы да сколько вот вы тратите напишите внизу под видео мне интересно будет тратит кто-нибудь еще столько сколько я вот 5000 до на человека особенно тот кого может быть в москве живет я правда сам с подмосковья но вот может быть даже есть те кто в москве живет и тратит такую сумму не интересно все всем спасибо за просмотр может быть это видео конечно не особо интересно там кому-то будет но тем не менее я хотел бы услышать от вас мнение ваши